Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы с вами проведем второе летнее занятие по русскому языку на повторение и закрепление изученного материала. Как вариант можно использовать пособия Узоровой и Нефедовой летние задания по русскому языку. Они скачиваются с интернета в свободном доступе и можно распечатать любую страницу. Если такой возможности нет, то можно купить такую тетрадь. Если такой возможности нет, то все задания, которые в этих тетрадях есть, я дублирую в своих роликах. Тогда вам нужно будет только тетрадь, ручку, карандаш и хорошее настроение. Итак, давайте с вами приступим к занятию. Первое задание. Фонетический разбор слов. Нужно сделать фонетический анализ слов. Не пугайтесь, мы это с вами проходили. Посмотрите. Фонетический разбор слов – это составление звуковых схем, то есть звукобуквенный анализ. Давайте вспомним, например, разберем слово фазан. Ф. Первый звук. Ф. Твердый согласный. Твердость мы обозначаем синим цветом. Фа. Гласный. З. Твердый согласный. За. Гласный. Фазан. Твердый согласный. И ставим ударение. Фазан. Например, слово слива. С. Первый звук. Твердый согласный. С. Л. Л. Мягкий согласный. И. С. Л. В. Твердый согласный. В. В. С. Л. 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 В. С. третий слог сделайте фонетический анализ слов так как мы делаем с вами в первом классе и сейчас я вам покажу как фонетический разбор слов мы с вами будем делать во втором классе внимательно слушайте и записывайте вместе со мной вы сделали звукобуквенный разбор пользуясь цветными карандашами но не всегда звукобуквенный разбор мы будем выполнять следующим образом сейчас я вас научу как нужно правильно делать звукобуквенный разбор или по-другому называется фонетический разбор итак давайте запишем с вами слово газон пишем вместе со мной давайте на новость ручки начнем новой странице записываем слово газон ставим тире и записываем количество слогов в этом слове два слога сколько в слове гласных столько из слогов два слога слово сокращаем ставим точечку и запятую потом нам нужно вот сюда дописать количество букв и звуков и так мы характеризуем каждый звук который произносим на письме это буква первая буква у нас буква г записываем букву г ниже и рисуем квадратные скобки которые называются транскрипции транскрипции мы указываем звуки которые произносим когда говорим это слово звук г и делаем характеристику этому звуку ставим тире и характеризуем его первое что мы должны указать согласны это или гласный звук г согласны сокращаем дату до гласной ставим точку запятая согласны далее мы с вами знаем что согласны и у нас могут быть глухими и звонкими звук г звонкий газон звонкий он парный у него по глухости есть парный звук парный укажем что парный просто напишем букву п парный далее он может быть твердым или мягким в данном случае этот звук твердый ставим точку следующая буква буква а газон а произносится тоже ага газон даем характеристику этому звуку этот звук гласный и нужно поставить слове ударения газон ударение падает на ооо значит звук а безударный безуд безударный далее следующая буква буква з газон буква з пишем сюда букву а в транскрипции пишем звук который слышим когда произносим это слово слыша я вам характеристику этому звуку этот звук согласны звонки с он парный у него есть по глухости с парный и в данном случае твердый согласные звонки парный твердый следующая буква буква о газон под ударением так и слышится о даем характеристику гласный и ударный больше мы ничего у гласных не указываем только ударность или безударность следующая буква буква н на звук который мы произносим на газон на этот звук согласный звонки у него нет по глухости пары и твердый все теперь считаем количество букв и звуков 1 2 3 4 5 5 букв и и каждая буква дает нам звук 5 звуков 5 звуков вот это называется фонетический разбор слов давайте выполним еще одно слово там где у нас буква ю каюта поюта напишем слово каюта каюта поставили тире и указали количество слогов в этом слове три слога три гласных три слога и сразу поставим ударение каюта ударение падает на букву ю каюта и так давайте будем делать звукобуквенный разбор этого слова первая буква в этом слове буква к звук который обозначает это буква к каюта даем ему характеристику согласный глухой у него есть пара значит он парный и твердый следующая буква буква а ка в этом слове так и звучит каюта ка гласный безударный большему у гласных ничего не указываем безударный следующая буква буква ю мы с вами знаем что буква ю образует два звука после гласных первый звук е второй звук у ю и мы с вами будем характеризовать два звука от этой буквы сначала будем характеризовать звук е звук е всегда мягкий в транскрипции нам нужно показать это вот такой запятой сверху что этот звук мягкий и даем ему характеристику е согласный звонкий и звонкий пары у него нет и мягкий можно просто буквы м написать мягкий теперь характеризуем второй звук который эта буква обозначает звук у гласный и ударный каюта ударный следующая буква буква т звук даем характеристику ему этот звук согласный глухой парный у него есть пара д и твердый каюта твердый далее следующая буква буква а дает звук а каюта характеризуем звук гласный безударный все считаем количество букв букв это значки которые мы пишем 1 2 3 4 5 в этом слове 5 букв считаем количество звука в звуке это то что мы произносим 1 2 3 4 5 6 звука в 6 почему количество букв меньше чем звуков потому что буква ю после буквы а дает нам два звука е у вот это называется фонетический разбор слов попробуйте выполнить также слово люстра выполните фонетический разбор слова люстра работаем с вами дальше следующее задание у нас на буквосочетание обратите внимание вам нужно списать слова вставить букву и или букву и давайте с вами посмотрим на слова упавший шипучий прихожие о жирафах бинт то есть здесь у нас есть как буквосочетание жиши так и буквосочетание с другими буквами не шипящими нам здесь важно помнить что жиши нужно писать с буквой и буква и придает мягкость предыдущему согласному бинт бебе если звучит мягко то нужно писать букву и а например вот слово смысл здесь буква и придает твердость предыдущему согласному поставьте ролик на паузу выполните это задание будьте внимательны давайте я вам прочитаю все слова упавший шипучий прохожие о жирафах бинт вышивками смысл лысый снежинка лыжня душистую наболевшие хитрить ширма высица вывеска сшитая сырок машина вымысел выполняйте следующее задание нам нужно списать слова вставить где надо мягкий знак давайте с вами вспомним про мягкий знак показатель мягкости согласных буква мягкий знак обозначает мягкость согласных звуков на письме на конце слова и в середине слова между двумя согласными он показывает мягкость предшествующего звука например тюлень карась сухари капелька тюльпан при переносе слов с мягким знаком показателем мягкости согласного нельзя отрывать мягкий знак от предшествующей буквы нельзя чтобы следующая строка начиналась мягкого знака переносить можно так день я ки сталя ной иногда мягкий знак между согласными для обозначения мягкости не пишется такие слова нужно запомнить или проверять по словарю мостик звучит мягко но мягкого знака здесь не должно быть гвозди тоже без мягкого знака мягкость л перед любым согласным всегда обозначается мягким знаком болельщик львенок польза скольза мельче сельди листить прогульщик между двумя л мягкий знак не пишется аллея аллея иллюминатор это вам нужно будет запомнить и так сейчас вы списываете слова вставляете где нужно мягкий знак слова я вам сейчас прочитаю пулька пыльному перстеньки фильм галстук печальной горелки ведьмы вальс печальная пепельница сабельки боренька отшельник подвальчики холсты совесть умывальня толстым скакалка буква мягкий знак придает мягкость предыдущему согласному выполняйте это задание следующее задание имена собственные давайте с вами вспомним какие бывают имена собственные и что они обозначают слова могут называть предметы по-разному словом девочка можно назвать любую девочку но у каждой девочки есть имя которое отличает ее от других даша марина алена прослушай стихотворение как много школьников у нас у нас четыре аси четыре васи пять марусь и два олега в классе людей с одинаковыми именами можно отличить по фамилии петрова ася иванова ася кузнецова ася блинова ася придумай фамилии остальным ребятам ведь имена у них уже есть мама называет васю васенька на уроке учительница обращается к васе полным именем василий сравните эти имена чем они отличаются это степановы имя у дедушки и внука одинаковые петр но их нельзя спутать потому что дедушка зовут петр иванович а внука петр сергеевич а как зовут папу правильно степанов сергей петрович каждый человек имеет свое собственное имя это собаки их всех можно назвать общим словом пудели потому что это собаки одинаковой породы но для того чтобы отличать их друг от друга давайте придумаем им клички артемон дружок лола все имена собственные имена и фамилии людей клички животных пишется за главной буквы спешите слова раскрывая скобки наш город наш будем писать с большой буквы потому что начало нашего упражнения город напишем с маленькой буквы ученица оля оля напишем с большой буквы потому что это имя собственное снежная баба оба слова нужно писать с маленькой буквы ученик дима дима нужно писать с большой буквы имя собственное внучка ниночка ниночка нужно писать с большой буквы Продолжайте работать. Продолжайте работать. Иван Иванович объяснял, что такое слова, что такое предложение. Кто не выполнил первое занятие, придите, посмотрите. Нам нужно составить из слов предложение и списать. Давайте еще раз напомню правила написания предложений. Предложение начинаем писать с большой буквы. В конце предложения нужно ставить точку. Но при списывании между словами запятые ставить не нужно. Нужно из слов первой строчки составить предложение. То есть поменять порядок слов так, чтобы была закончена мысль. Попробуйте составить предложение устно. Когда будете готовы, нажмете на продолжение ролика и посмотрите, как я составила предложение. Можете воспользоваться моим вариантом и списать предложение. Составьте сначала устно. Проверим. Я надеюсь, что вы также составили предложение. Теперь вам осталось только все это очень красиво списать. Списывайте. Продолжаем работать. И следующее задание связано с текстом. Нам нужно разделить текст на предложение. То есть найти, где заканчивается первое предложение и начинается второе. Опять же, здесь нам нужно помнить, что предложение – это несколько слов, связанных по смыслу, и которые выражают законченную мысль. Например, у Люси Широковой есть пёс Форд. Предложение закончилось, значит, нужно поставить точку. Следующее предложение нужно писать с большой буквы. Поработайте устно, найдите границы предложений. Когда будете готовы, нажмёте на продолжение ролика и проверите себя. Проверяем. У Люси Широковой есть пёс Форд. А Ляли Жижины подарили котёнка Персика. У Вали Чушиной есть попугай Кеша. А у Даши Машиной – хомяк Хомка и крыса Ларка. Поставьте ролик на паузу, спишите эти предложения, этот текст. Найдите границы предложений, обозначьте, подчеркните заглавную букву в начале предложения и точку в конце. И посмотрите, сколько много здесь имён собственных. Подчеркните заглавные буквы в именах собственных. Последнее, что нам нужно с вами сделать – запомнить информацию про мягкий знак, показатель мягкости согласных. Ещё раз перечитайте, когда пишется мягкий знак, когда мягкий знак не нужно писать. И как нужно переносить слова с мягким знаком, показателем мягкости согласного. На правах рекламы я рекомендую вам подписаться на канал Репетитор по русскому языку. Ссылка будет в описании к этому ролику. Пройдёте по ссылке, подпишитесь. И там можно писать диктанты без рекламы. А с вами вместо Репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Добро всегда возвращается. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Всего вам самого доброго. До новых встреч!